Продолжаем, так как снимать, у нас все появляется и появляются новые люди в нашем кино. Многие спрашивают, когда это закончится? Мы отвечаем, никогда. Люди будут появляться. А это не просто человек, это, между прочим, исполнитель главной роли в нашем другом короткометражном фильме, который мы могли смотреть, называется «Должностные обязанности». Это Виталий Кривонос. У нас один шанс, товарищи, мальчики. Ни оснований у вас нет, ни понятых. Я законы лучше ваших генералов знаю. Не мудрено. Ну, что ищете? Что вы мне предъявлять станете? Тебе бы в больницу. Потом и хуже бывало. Ну, что? А я не думаю. Проверим, посмотрим. Давай. Коля! Нет, уважаемый, ты не понял. У нас правила такие. Надо соглашаться. Куда ставить? Вот сюда. Да, по данному факту, мною направлены запросы на имя генерального прокурора и министра внутренних. Ты что делаешь? Ё-моё! А ты говоришь шпион. Слышь, разведчик, да у тебя микрофон виден. На мой ход я сказал. Сидуешь? Эй! Так, лицо в машине. Руки на машину. Так кто же знал, что у нас сестра твоя? То есть ваша. Фамилии-то разные. Бывали это нигде нет. До дома не задержал бы, правда. Ну, со всеми же бывает. Давай тема 500 дубликов. Да, мы... Вот из-за таких, как ты, у нас весь город из-за каждого. Заканчивать надо. Вот, он исполнял главную роль, а теперь мы его позвали в качестве какого-нибудь большого камео. Но тоже очень шикарно, я считаю, смешно. Значит, что нужно поделиться? Поделиться со зрителями опытом. Каково? Ну, я могу сказать следующее, что к моменту окончания постпродакшна данного фильма я буду практически уверен в том, что я могу номинироваться на главную мужскую роль на каком-нибудь крупном фестивале. Абсолютно точно. Вот, а на самом деле я даже не предполагаю, что зритель увидит, когда все это закончится. Как и мы. Но поэтому я сам с нетерпением буду ждать окончания съемок. Безмерно благодарен Егору за то, что он меня пригласил. Мне очень нравится с ним работать. И могу только пожелать им добрых съемок и окончания вот этого мучения. Вот, собственно, словом, вот это мучение. Да, да, а на самом деле девочка, которая играет главную героиню, она просто героиня. Потому что да, потому что мы переживаем весь петербургский, так сказать, спектр удовольствия. Дождь, ветер, холод, ну и как бы боль. Да, на самом деле смотрите кино и следите вот за творчеством вот этого молодого человека. Он очень крут. Спасибо большое.